всем привет на этом канале уже довольно много видео по лору разных явлений из мира респи но я тут обратил внимание что нет видео по некоторым самым базовым темам которыми люди интересуются так что в этом видео я расскажу о мог сепи или а мобильно оперативных группах которые по-английски еще называется мтф то есть mobile task forces главная задача фонда сепи это конечно же содержание аномалий но чтобы было что содержать нужны люди которые бы эти аномалии ловили и захватывали а также те кто бы возвращал их на место в случае побега то есть восстанавливал особые условия содержания этим занимаются мобильно оперативные группы мобильно оперативные группы фонда это чаще всего совсем маленькие штурмовые группы состоящие от 3 до 10 человек хотя могут быть и большие состоящие из сотен каждая из этих групп специализируется на определенных ситуациях потому сами группы и их бойцы сильно отличаются друг от друга каждая мог создается по приказу директора оперативных групп для выполнения какой-то конкретной задачи и формируется так чтобы максимально эффективно выполнять ее и это по сути единственный общий принцип для всех мог группа расформировываются в случае если их задачи становятся неактуальными многие мог созданные для содержания какого-то конкретного объекта распускаются после его нейтрализации или опровержения аномального эффекта объекта какие-то мог формируются для выполнения задач связанных с разведкой и поиском аномалий по всему миру потому часто маскируются под представителей полиции армии вооруженных гражданских или даже бандитов и сектантов так что мог чаще всего это скорее полевые агенты а не какой-то спецназ на момент выхода этого видео существует 41 каноничный мог в этот список заносится группа встречающиеся не меньше пяти раз в текстах по SCP потому он со временем пополняется учитывая сколько сейчас пишется новых текстов по фонду если вы смотрите это видео через месяц после выхода наверняка их уже больше и конечно же я уверен что это видео смотрит немало людей которые познакомились с сепи по играм ведь ментально меметический вирус под названием сепи эта игра такая распространился уже очень широко а значит многим знакома прежде всего мог и псилон 11 девятихвостые леса которые появляются в контеймент бридж и секрет лаборатори и может даже в каких-то еще играх по мотивам оси пи она кстати не так давно перетекла в список каноничных объектов начиная со степи 2139 то есть со второй тысячи они начали появляться не только в играх но и высыпи в целом этот отряд в отличие от большинства других занимается только внутренней безопасностью и задействуется тогда когда происходит нарушение условий содержания причем не всякая а только когда сбегают подвижные существа наделенные сознанием умные и не очень когда например нарушаются условия содержание информационных сущностей или происходит заражение или случается протечка невыразимого ужаса вызываются уже совсем другие группы то есть по сути девятихвостые леса занимаются тем что сражаются с разного рода чудовищами когда они вырываются из своих камер содержания кроме того в случае когда вырывается неуязвимый монстр на подмогу также приходит мог сигма 23 под названием требуется поддержка к сожалению больше такая мог нигде не упоминается такое нет ни в списке каноничных мог не в общем списке так что что она из себя представляет неизвестно может быть это задел какой-то на добавление в игры по и себе новому там же например старик сбегает а его по канону убить нельзя так что кто знает отряд девятихвостые леса это не самый сильный отряд что есть у фонда в конце концов он состоит из обычных людей в мире сепи где какой только дичи нет куда логичнее было бы использовать что-то иное чем люди что-то более сильное более живучие и конечно же такое есть на содержание фонда немало различных биомеханических сущностей сепи 191 ребенок киборг или сепи 073 к н который тоже является киборгом все они значительно превосходят людей по своим боевым возможностям одна из таких сущностей сепи 2970 попала в другую организацию мира сепи лаборатория прометея там это послужило поводом для создания проекта самсара изначальные цели которого были в попытке создать высококачественные импланты и протезы для продажи но проект зашел куда дальше из аномальных механизмов и клеток аномальной печени сепи 2970 кто понял отсылку на мифического прометея тут бодро ставит лайк лаборатория прометея создала тела людей целиком которые оказались необычайно сильны и практически неразрушаемы было создано четыре экземпляров которые были загружены личности четырех добровольцев после в ходе случившегося инцидента добровольцы погибли а из-за повреждения оборудования их личности были записаны в крайне упрощенной форме получившимся биомеханическим людям оказались недоступны сложные чувства и мысли с другой стороны их аномальные возможности превзошли все ожидания потому что сепи 2970 из частей которого они были созданы по одной из версий был частью механического бога культа механ когда лаборатория прометея была захвачена сепи фонда досталось все оборудование проекта самсара и те четверо готовых бойцов он решил не ставить их на содержание а сделать из них новый мог то опять самсара каждого члена этой группы фонд обвесил огромным числом пушек различных датчиков и сенсоров и отправляет на самые опасные задания где другие мог не справляются эти механические существа обнаруживают любые аномалии поливают градом снарядов любого противника фонда благодаря тонне разного оборудования легко ориентируются во всех ситуациях в общем то еще имба однако сам факт использования аномальных существ ставят под угрозу секретности сепи потому задействуют их редко неохотно и только там где изначально нет никаких лишних свидетелей но главная задача большинства мог не в том чтобы с кем-то воевать главная их задача это поиск и захват различных аномальных артефактов и большинство из них специализируется именно на этом все начинается с работы внедряющихся разведывательных групп таких как дельта 5 авангард которые исследуют любые признаки аномальной активности и наблюдают за другими организациями из мира сепи с целью перехватывать то что пытаются заполучить эти организации примерно тем же занимаются мог йота 10 и 12 проклятые федералы которые в отличие от предыдущей мог внедряются в различные государственные организации внедрением занимаются и многие другие вот например альфа 4 пони экспресс вообще внедряется в почтовые службы так что агенты сепи они везде после того как фонд находит какие-то аномальные явления на их захват отправляется одна из групп которая специализируется на том чтобы извлекать артефакты из разных средств например в самом мире сепи одна из самых часто упоминаемых таких групп это мог зата 9 кротокрыса которая занимается исследованием подземелья и пещер в которых наблюдаются искажение пространства потому у них есть костюмы позволяющие им находиться в безвоздушном пространстве запас пищи и воды подаваемый без необходимости снятия этого костюма а также куча самого разного оборудования позволяющего определять разные аномальные явления и собирать образцы эта группа чаще всего вооружена не слишком хорошо так как основной ее противник это не злобные чудища а обезумевшие окружающее пространство и время текущие как-то не так помимо вылазок подземелья с искаженным пространством это мог также как и девятихвостая леса прибывает на базы и сепи в случае нарушения условий содержания существами которые способны воздействовать на пространство и время несмотря на то что это мог не сталкивается с клыками когтями и бетонными лапками существ она несет довольно большие потери потому что что-то что способны искажать время и пространство часто оказывается куда более опасным чем то что на людей бросается и рычит фонд сепи исследует не только подземелья но и другие места потому есть еще мог писем большой ремонт похожая группа занимающиеся исследованием аномальных зданий чаще всего полностью заброшенных которые находят такие здания наблюдает за ними исследует и собирает в них все артефакты и под конец или ставит на содержание или сносит их путем подрыва в густо населенных территориях действует другая группа мог psy один городские щеголи которые захватывают аномальные произведения искусства на выставках твп поначалу прикидываясь ценителями искусства забирает лота на торгах мкид изображая покупателей и производя захват вместо покупки и просто содержит городские аномалии также отдельный мог есть для исследования деревень захвата кораблей сильно искаженных пространства так далее некоторые мог вообще не выполняют боевых задач например гамма-5 красная селить который в российском филиале переводят как ложный след видимо красные селить звучит недостаточно внушительно но на самом деле перевод правильный потому что в английском языке есть идиома красная селить которая обозначает то что уводит и отвлекает отважных вопросов и как федеральные каналы отвлекают от тяжелой ситуации в экономике и демографии страны рассказами о том как кто кого переиграл так и отряд ложный след в тех случаях когда информация о чем-то что содержит фонд проникает за его пределы занимается внедрением ложных воспоминаний тем кто так или иначе узнал о том о чем не должен был однако ловля и промывка мозгов отдельным людям это не единственное занятие этой мог также она занимается массовым расплением амнезиаков а иногда и более простыми вещами например распространением скептического отношения к правде о мрачном мире и сепи путем внедрения безумных конспирологических теорий в общем и целом у фонда и сепи очень много мобильных групп который выполняет самые разные задачи какие-то занимаются разведкой какие-то захватывают объекты какие-то борются с монстрами а какие-то просто следят за конкретными аномалиями в этом видео я рассказал только об основных из этих групп и конечно же рассказать на эту тему можно намного больше но это будет как-нибудь в следующий раз а пока всем пока но это будет как-нибудь в следующий раз а пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok